приветствую ну что ж обещал показать после того как приведу на мой взгляд в божеский вид по функции да и внешнему на мой взгляд виду тоже нож рокот и так в принципе в прошлом видео я все сказал про него что сам по себе нож мне нравится прикольный в нем очень много грамотного разумного по дизайну и в первую очередь наверное это развесовка с очень хорошим балансом просто замечательным то что не экономили на облегчении и так далее и тому подобное но кое на чем все же экономили давайте буду показывать на чем там внутри стояли двурядные подшипники но вот такие в пластиковой больными обоими была сталь более того сейчас пробую где-то на более того на самом деле они были в достаточно так как измазюканы ну я просто оттер пока вытащил к сожалению оттерлась они были измазюканы в смазке то есть их пытались защитить от ржавчины это правильно да вот ну как бы суть вот в чем решили сэкономить и поставить стальной двурядный подшипник я не знаю насколько он дешевле но сам факт дешевле значит значит дешевле вот какого-то износа большего в ножей за того что сейчас стоит керамика они стали я думаю не будет потому что здесь стальной лайнер закаленный клинок как бы все должно быть четко не если не перетягивать но я в принципе не перетяну вот дальше но верни уже не притяну вот дальше что еще интересно здесь здорово сделаны винты но сталь достаточно мягкая на винтах и шлицы легко срываются слизываются поэтому а фиксатора было налито очень очень много поэтому несмотря на достаточно такой вот глубокое посадочное отверстие под отверточку да лучше использовать какие-нибудь съемники но они могут не провернуть потому что мягкий металл даже прогнется как было у меня с двумя отвертками которые не в состоянии были повредить и не повредили но они сами прокрутились провернулись поэтому пришлось взять все таки твердую отвертку и после этого заново обрабатывать сатинировать винт потому что был след от откручивания вот дальше самое главное что делалось ножом да ну кроме заточки это то что вы видите наверно стоят нестандартные шпиньки шпиньки увеличенные сильно увеличенные они не выступают практически или стопроцентно за габариты ножа они очень аккуратные не заново обработаны ну как бы полностью по виду как заводская токарка все красивенько аккуратненько подогнано и что они дают они дали возможность сточить нафиг эти клыки сточены они тоже достаточно на мой взгляд адекватно все аккуратно зашлифована перешлифованы все детали вот здесь вот все грани вот аккуратненько руку рука ни за что не цепляется все достаточно хорошо вот плюс еще слегка по фаске поработал чтобы все было аккуратно вот и того у нас осталось от заводского буквально вот здесь вот чуть-чуть наплыв который в которой упирались шпиньки которые соответственно естественно участвовали фиксации клинка сейчас здесь ситуация абсолютно позитивная то есть вот так вот шпинки упираются вот вот это все не мешает и замок у нас вот лайнер в начале как это ну да при закрытии ножа тоже есть дтм то есть здесь сделаны выборки вот в этом месте тоже достаточно аккуратненько все выполнено то есть если не знать что нож реально выглядит по-другому можно в общем не догадаться вот стало кстати удобнее отжимать замок и вот при всем при этом да еще керамический шарик в дтн те тоже еще стоит ну и при всем при этом самое главное это то что теперь фронт флиппер можно открывать как фронт флиппер то есть теперь уже по при движении на как бы вот этого вот фронтального плавничка он все время выступает вот в этот момент тоже и насечка и он все выступают за пределы рукояти и поэтому просто проведя пальцем можно открыть нож дальше дтн сделан чуть мягче но несмотря на это все равно указательным пальцем вытащить невозможно потому что просто кинематика не то но большим пальцем открывается вообще без проблем абсолютно то есть стало удобно наконец-то и стало так как оно должно быть дальше вот здесь вот острый край g10 зашлифован чтобы не подминать палец когда отжимается замок ну и в принципе все стало очень эргономично прилично и приятненько теперь нож полностью на керамической механической базе вот у него соответственно хорошая фиксация замка абсолютно никаких люфтов крупный шпенек удобен еще тем что очень легко его так выщелкивать ну и еще один плюс этого крупного шпинка в том что он как продлевает по сути дела рукоятку и палец очень удобно ставить и опирать на вот эти крупные шпинки они как бы создают площадочку дополнительно для пальца вот ну и за . на 36 градусов для того чтобы все это резало прям бомбически как надо вот такая история кстати по стали можно похвалить n690 здесь закалена весьма достойно ну то есть тут особо ничего не скажешь то есть она может быть не верх твердости для 690 на 690 он и не нужен хороший запас пластичности хорошая резучесть точится остро износостойкость ну скажем так отличает от бюджетных стали есть такое да и при всех этих переделках клинок у нас остался абсолютно по центру вот такой получился тренинговый рокот я по хорошему завидую хозяину потому что это действительно клевый получился теперь нож и он был изначально достаточно удачный за исключением вот дичайшего на мой взгляд конструктивного просчета который сделан мог бы быть в угоду дизайну если бы функционал не страдал а он был сделан в угоду там ну видимо дизайну функционал капец как страдал и это конечно клево что там были фигурные красивые шпенечки но вот пришлось пересаживать что называется и на самом деле это ну довольно сложная процедура то есть это делается не так просто сначала надо взять подобрать шпенек крупный подогнать его в общем токаркой по сути дела подогнать под отверстие в клинке вместо чтобы растачивать отверстие в клинке и ослаблять его вот дальше соответственно это сделано после чего спиливаются упоры аккуратно поводом по пол сантиметра и по пол миллиметра здесь даже нельзя этого делать где-то по две десятые миллиметра сформировываются аккуратно вот эти радиусы и после всего этого только после всего этого можно говорить о том что ну как бы с ножом все ок но встает на замок но после этого еще надо поработать с закрытым положением а после всего этого еще ты видишь что там есть стальные подшипники стальной шарик в фрейме и прочее прочее и поэтому одно тянет за другое и в итоге вот так достаточно глубокая переработка с заводского состояния ну на мой взгляд но должен продаваться вот в этом в этом исполнении вот в этом варианте потому что внешний вид ножа принципиально не изменился он все равно имеет стремительный хороший силуэт но в закрытом состоянии нож адекватнее для одежды для ношения и наконец-то его действительно можно использовать как фронт флиппер ну во всяком случае открываю вот таким движением вот в принципе такая история на этом все пишите ваши комментарии нравится ли переделка что скажете и вроде бы минимальные внешние вмешательства да как бы конструктиву очень много всего переработана но по сути для всего одной вещи до устранить косяк производителя ну просчет можно так сказать